В прошлом году принадлежащий компании Cherry Brand Exit объявил о создании новой линейки для электрифицированных моделей. В Китае эта серия зовется Stera. А для экспортных рынков придумали название X-Lantix. Первенцем стал электроседан Stera ES. На родине заказы начали принимать в декабре 2023-го. А недавно марка сообщила о старте производства второй модели электрического кроссовера E.T. Электрокроссовер будет предлагаться с полным или задним приводом, На выбор будет три варианта батарей. Самая дальнобойная версия имеет запас хода свыше 700 км. Кроссовер построен на новой платформе E0X с пневматической подвеской и полноуправляемым шасси. Новинки положены от 19 до 21 дюйма колесные диски. Диодная узкая полоска ходовых огней, выдвижные ручки дверей и оформленные в виде единой плашки задние фонари. Кроме того, как и для родственного седана, для E.T. предусмотрены пиксельные табло. Они расположены под фарами и могут, например, дублировать поворотники или отображать уровень зарядки. Дизайн кроссовера разрабатывал Пьер Луиджи Феррари, который сотрудничал с такими брендами, как Чанган, Сайк и Пенинфорина. А еще можно будет выбрать исполнение с лидаром, который, как ожидается, будет поддерживать функции помощи водителю на высоком уровне. Салон кроссовера относительно прост и оснащен многофункциональным двухспицевым рулевым колесом, за ним небольшая виртуальная приборная панель. В центре расположился мультимедийный экран управления на 15,6 дюйма с встроенным процессором Qualcomm Snapdragon 8155 и будет поддерживать голосовое управление. Также в автомобиле будет проекционный экран. В салоне новинки будут дорогие материалы отделки. Кожа и детали украшены шпоном под дерево, что не только подчеркивает ощущение роскоши, но и выглядит очень стильно и неброско. Центральный столик с подлокотниками может двигаться вперед и назад. Он оснащен двумя беспроводными зарядками для телефона и отсеком для хранения. Его можно перемещать голосом или физическими кнопками, а сзади пассажиры могут использовать для зарядки своих телефонов управление кондиционером. Также производитель подчеркнул, если парковочное место узкое, водитель также может сдвинуть центральный островок и сойти с пассажирского сидения. Передние сидения оснащены подогревом, вентиляцией и массажем. Пассажирское сидение может раскладываться в положение лежа одним нажатием. Задние сидения имеют электрорегулировку и подогрев. Любопытно, что несмотря на габариты почти 5 метров, Стера и Ти бывает исключительно пятиместным. Также в оснащение входят панорамные крыши, светодиодная окружающая подсветка салона и аудиосистема с 23 динамиками. По официальным данным, как и седан, кроссовер предложат в версиях с 400- или 800-вольтовой электросистемой. Привод задний или полный, то есть с одним или двумя электродвигателями. Задний имеет мощность на 313 лошадиных сил, а полноприводная комплектация добавляет электродвигатель на переднюю ось мощностью 249 лошадиных сил. Первая сотня такой версии спринтует до первой сотни за 4 секунды. У всех версий ограничение скорости 210 км в час. Для ИТи предусмотрены батареи емкостью 66 кВт-часа с 400-вольтовой технологией и 82 или 98 кВт-часа с 800-вольтовой электросистемой. С первой батареей кроссовер имеет запас хода 550 км. С батареей на 82 кВт-часа 650 км из третий кроссовер будет на выбор с полным или задним приводом на 98 кВт-часа батареей. Запас хода электрокроссовера с задним 760 км и полным 655 км. Высоковольтная быстрая зарядка за 5 минут обеспечивает кроссоверу запас хода 150 км. Производитель провел тесты быстрой зарядки при температуре минус 25 градусов. Самое быстрое время зарядки с 30 до 80% составляет 22 минуты. В то же время официальный представитель также объявил, что EXIT X-Lanx ET выпустит версию с увеличенным запасом хода, то есть в качестве генератора будет использоваться бензиновый двигатель. На электротяге такая версия будет иметь запас хода более 200 км и полным запасом хода до 1500 км. Длина кроссовера равна 4955 мм, ширина – 1975, высота – 1698, колесная база – 3000 мм. В настоящее время планируют оборудовать все версии пневматической подвеской и системой непрерывного демпфирования и контроля вибраций. Лидар и интеллектуальное вождение высокого класса будут за доплату. В Китае продажи Стера и Ти стартуют до конца первого квартала текущего года. Официальной цены пока нет, но китайские СМИ прогнозируют, что базовая версия будет стоить 250 тысяч юаней, или в переводе с местной валюты – 35 тысяч долларов. И топовая версия – около 350 тысяч юаней, или 49 тысяч долларов. Версия с увеличенным запасом хода выпустят позже в этом году. Спасибо за просмотр! Если видео было для вас интересным, оставляйте свои благодарные лайки и делитесь комментариями. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Всего доброго и до встречи на нашем канале! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»